Здравствуйте! Я Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся». Программа о том, как избавиться от одиночества. Сегодня за нашего жениха будут бороться три претенденции. Это целеустремленная красавица Юлия, загадочная обольстительница Ксения и Ирина, которая ни дня не может прожить без риска. А жених у нас Леонид. Давайте посмотрим. Леонид, 49 лет. Женился по молодости. Расстался с женой 15 лет назад. С тех пор видел ее один раз. С дочерью тоже не общается, любит только свою уму. Леонид владелец верфи, производящий эксклюзивные яхты. Коллекционирует раритетные автомобили. Планирует снять кинокомедию и ночами пишет сценарий. Леонид признался, что привык все делать по-своему и не любит, когда ему перечит. Он не готов связать свои жизни с продавщицей или манекенщицей. Его женщина должна быть высокого полета и космического статуса. Давайте встретим Леонида. Мы ждем вас. Здравствуйте. В принципе, такое выглядит даже медийно. Очень такое необычное. Чего без сватов-то? Вы знаете, на самом деле, вся моя подготовка к участию в вашей программе, она связалась к тому, что я посмотрел какие-то из ваших предыдущих выпусков. Я понял, что советчиков столько, что еще одно мнение не нужно. Раз здесь сидят профессионалы, вы же плохого не скажете. В жизни он намного, кстати, интереснее, чем на фотографиях. То есть, такое вот не ожидало увидеть. Я тоже не ожидала такого. Я думаю, мне кажется, очень интересно было увидеть. Леонид, вы были женаты, вы до сих пор не разведены. Ну, собственно, я просто не предпринимал к этому никаких усилий. Вот недавно принял. Ну, как-то это находится в процессе, оно идет. Но вы даже не знаете, где находится ваше бывшее? Не знаю. Чем же она вас так замучила, что Лариса сейчас в таких странах? Она чудесная женщина. Она мне подарила восхитную дочь, которая уже взрослая. Она сама безумно была красивой, остается красивой. Очень редко, я повторяю, за последние пять лет мы виделись, может, один раз. Меня пугает то, что не общается с бывшей женой, с ребенком. То есть, для меня это, конечно, странно. Скажите, пожалуйста, почему вы не хотите в жены продавщицу или манекенщицу? Я даже как-то и не задумывался. У меня нет каких-то четких критериев. В моем возрасте, я думаю, что, вы знаете, это лучше всего... Что про меня не надо. Нет, это милая девушка из какой-нибудь интеллигентной еврейской семьи. Вам нужна сейчас? Да, говорят, еврейские жены за могилами очень хорошо ухаживают. Оценили юмор. Вообще, ехав сюда, вы знаете, вот я подумал, что для того, чтобы вообще с кем-то разговаривать, нужно понравиться хотя бы. Вот чем я могу понравиться? Если мужчина богатый, то на остальное все можно смотреть сквозь пальцы. Леонид, жених, вы завидный, не кокетничаете, вы хорош с собой. Господь с вами. Вы знаете, ну вот грим молодого лица приходится делать все больше и дольше и дольше. Вот сегодня гример работал полтора часа. А вы такая кокетка, конечно. Великолепный мужчина, мне очень нравится. Он нам подходит. Леонид, я знаю, что у вас есть любимое существо, пума. Это вообще мечта была всей моей жизни. Ну, в общем, вы счастливы с пумой? Да. Он очень расстарован. Он любит свою пуму. Зачем нам такую мечту? Не Сергей Зверев его подстригал, это точно. В моей жизни происходил ряд событий, которые потом свелись к тому, что я понял, что это закономерность. Я встречался с барышней, и как-то, готовясь к нашей с ней совместной пьянке, мы зашли в колбасную лавку, покупали какие-то копчености и опрелости, и она попросила купить копченые рульки. Когда мы их купили, садились в машину, я спросил, а что мы с ними сделаем. Она, не смущаясь, ответила, я сварю мужу суп. Тогда я понял, что мои рульки, в общем, всегда плавают в чужих супах, это планида. Я понял, что карьера мачо, это не моя карьера, это не моё. Как бы говорит, он очень красивый, да, достаточно такой умный человек, дальновидный, да, но, может быть, он в жизни скучный. Вы, молодой мужчина, и наверняка мечтаете о той женщине, которая будет с вами вот до гробовой доски. А можете поделиться, вот, я понимаю, может быть, даже не существует таких вовсе в жизни. Ну вот, о какой мечтаете, о какой грезите? Вы знаете, в прошедшей жизни, в каждый момент времени, каждая женщина была моей мечтой. А сейчас я не знаю, какая она, может быть, она скрывается за этой дверью или за этой. Наверное, знаете, всё-таки в большей степени должна быть женщина, за которой можно идти, которую нужно добиваться, потому что иначе станет сложно. А что вы ей можете предложить, вот, в качестве мужа? Что у вас особенного? Ну, знаете, трудно сказать, что я могу предложить в качестве мужа. Вот, когда-то в качестве мужа я смог предложить, как опыт показал, немного. Вот, в силу возраста, в качестве любовника, наверное, уже тоже не очень много. Как-то вы себя не берегли, видать. Вот, а? Ну, может, быстро жил. Ну, опять же. Мне кажется, он детский. Скажите, у вас есть привычки? Вот, от каких привычек не откажетесь? Ой, господи, да от всех откажусь. Я готов, у меня нет никаких... Вы пьёте? Да нет, наверное. А курите? Да курю. Готов отказаться? Ну, наверное, готов. Послушай, вы пьёте от всего отказаться? Вот видите, сегодня во имя пребывания в вашей программе я уже на два часа отказался. Вы начинаете выносить, курите, как паровоз, пьёте, как курите и так далее. Роточка, у вас просто, вы основываете на... у вас негативный опыт, вам просто не повезло. Да я вашу историю читала просто-напросто. Слушай, ну, правда, похож на какого-то лесника, да? Вот так вот. Дровосек. А, ну, шутки такой вышел, оленевод. Я на самом деле считаю, что вы абсолютно правы. Девушка должна выбрать вас сама. И это должна быть настоящая амазонка, которая при этом должна учитывать, что таким настоящим овнам, как вы, нужно время от времени выпускать пар. Иначе вы зачахнете. То есть вам нужно позволять вот некие такие выплески, может быть, даже мужской агрессивности. Надеюсь, что не в деструктивной для девушки форме. Вам нужно давать какое-то разнообразие. Главное, задавать цель в жизни. Вот как только женщина сможет вас догонять и перегонять, вы с ней останетесь надолго. Пока, я так понимаю, таких не было рядом. Он, на самом деле, он слабый мужик. Он слабый, он деспотичный, но слабый. И хитрый еще. Есть у него свои эти... И хитрый еще очень. Подводные камни. Есть, есть. На самом деле, вам жена не нужна. Вы коллекционер женщин, да. Для вас она произведение искусства. Знаете, как в музее смотреть можно, трогать нельзя. И лучше подальше, чтобы не надоело. Поэтому сегодня ищем статуэтку. Леонид, я ваша практически ровесница. И разных мужчин я в своей жизни видела. И если вы встретите женщину, которая вас полюбит, любым, пьяным, трезвым, успешным, неудачным, все у вас будет складываться в жизни, а может быть будут какие-то проблемы. Вот она вас будет так искренне любить, страшно. Любить, жалеть. Ничего в этом унизительного нет. И вы ей поверите, то вы станете абсолютно замечательным, идеальным мужем. Поэтому я вам желаю встретить ту девушку, у которой вы увидите искреннюю заинтересованность к себе. Вот просто так бывает иногда. Вот которая в рот вам будет смотреть и полюбит вас. И вы еще молодой мужчина, у вас все впереди. Детей родите, и все у вас будет замечательно. Поэтому я вам предлагаю сейчас прямо пойти и познакомьтесь с первой невестой. Вы знаете, удивительное чувство. Обычно, встречаясь с девушкой, тщательно скрываешь это от других. Здесь же, вот я понимаю, что встречаясь с одной, я нахожусь под пристальным прицелом глаз двух других. Необычное чувство. Здравствуйте, внеснежность. Здравствуйте, ну я. Восхитительно, юленька. Юленька, как же вы прекрасны. Спасибо. Как же вы прекрасны. Здорово. Я никогда не видел таких. Спасибо, проходите. Давайте я вас провожу. Что же мы стоим? Пойдемте, присядем. Спасибо. Здравствуйте, Юлия. С кем вы пришли, представьте. Это мои подруги Надежда и Вероника. Очень приятно. Остальное узнаем, когда посмотрим на экран. Юлия, 22 года. Сбежала от мужа-тирана, не выдержав побоев и посягательств на свободу. Бывший муж запретил Юлии получать высшее образование, заставил бросить работу. После развода похудела на 30 килограммов и приняла участие в конкурсе «Миссис Россия». Собирается стать королевой красоты Санкт-Петербурга. И Юлию не смущает, что у них с Леонидом большая разница в возрасте. Для нее главное, что он веселый и обеспеченный мужчина. Юлечка, скажите, только так взрослой девушке можно было запретить получать образование? Просто, когда мы с ним познакомились, он был очень милым, веселым, и мы с ним начали встречаться. И, конечно, с течением времени я привязалась к нему, и у меня были к нему чувства сильные. И он не хотел, в принципе, чтобы я развивалась как-то. Хотел, чтобы я... Ревновал? Ну да, он был очень ревнивый. Поэтому вы снова ищите веселого и радостного. Как это так, мисс нежность? Как они вас проверяли на эту нежность? Это просто номинация. Члены жюри. Это был конкурс «Миссис Россия» и давали номинации. Первое, второе, третье место и номинации. Вы знаете, позвольте это слово. Юлечка у нас самая молодая была, а конкурс был «Мам», и поэтому она молодая мама, и она такая нежная, добрая, хорошая, что просто, наверное, это действительно ее титул был. Ну все-таки вернемся к вашему мужу. И вот вы вышли из него замуж, родили ребеночка. Да, родила ребенка, дочку. И что он? Он стал вести себя еще хуже. А вы растолстили до 100 килограммов? Ну, 102. После родов. Ну я потому что сидела дома и ничем не занималась. Да. И стресс, наверное, ощущали себя какой-то погинутой, одинокой? Ну он постоянно был на работе и запрещал мне общаться с моими подружками. Как она пикапнула? Светы лявит. Светы лявит? Светы лявит? Светы лявит. Ее, наверное, французские преподавали, да? Юлечка, скажите, пожалуйста, вы хотите еще участвовать в конкурсах, да? Ну, возможно. А для этого нужны средства? Ну да. И, естественно, муж должен быть состоятельным. А что в этом такого? Слушай, а разве нельзя просто прийти там и... Нет, а там это миссис, там мужья спонсируют это дело, конечно. Нет, на этот конкурс я сама приехала. Без мужа уже. И вы сегодня пришли бороться за Леонида, потому что он взрослый и состоятельный, то есть при больших деньгах. Нормально вам нужно думать о себе и о своем ребенке? Ну, нет. Я, конечно, хочу себе мужа, который бы из себя что-то представлял, но при этом я не хочу сидеть дома, как это уже было один раз. Я тоже хочу из себя что-то представлять. Ну вот она рвалась к свободе, да? То есть она ее получила. Почему она сейчас... Основа хочет быть мужчиной, который старше ее, и рядом с которым свобода — это несколько виртуальное понятие. Ита, у вас есть мечта, вот вам 22 года? Да. Какая? Можно услышать? Я хочу открыть свою школу, Институт благородных девиц. Ну, я хотела бы, чтобы там учились девушки, которых обучали бы, допустим, разные кухни, готовка, языки, чтобы они... Скажите, а вы как себя ощущаете в этой жизни? Вот как будто бы вы закончили эту самую школу благородных девиц? Вы можете хорошо приготовить, знаете, как общаться с... Я могу, мне вкусно готовлю, да. Потому что если у вас будет такая школа, то вы должны по всем дисциплинам быть круче, чем все эти педагоги. Она красива, она будет украшать его дом, его апартаменты. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Она будет красиво смотреться рядом с пумой. Вот смотрите, Леонид еще у нас не разведен. Будете бороться за него? Ну, меня, конечно, это смущает очень. Слушайте, я не понимаю, что значит бороться за него? Дело в том, что бороться за, это означает автоматом, что бороться с кем-то. То есть вы обещаете, что если у вас все будет на мази, любовь, морковь, то вы разведетесь полюбовно и женитесь на юной девушке Юлечке и удочерите ее дочку. Ну, трудно сказать. Слушайте, вы так хотите сходу. Вы знаете, если бы... Деве юной обещать ничего не будете. Нет, Ларис, где у вас были? Юлечка, мы можем так бестолково еще беседовать. Часа четыре это нам ничего не даст. Поэтому я вам советую просто показать сюрприз. Хорошо. Я хочу вам песенку спеть, и чтобы эти слова, это пожелание вам на вашу будущую жизнь. Спасибо, я вам буду очень благодарен. Последнюю мне песенку пела мама в детстве. Я не знаю, что тебе сказать. Просто слов я не нахожу. Может быть, с тобой не по пути. Может, я сейчас смогу уйти. Желаю тебе из тысячи слез одну самую яркую. Желаю тебе из тысячи слез одну самую сладкую. Желаю тебе из тысячи встреч одну самую счастливую. Спасибо, спасибо, моя дорогая. Я бы очень хотела, чтобы сегодняшняя встреча с дедушкой Лене оказалась и последней. Пожалуйста, дорогая моя, проживайте жизнь свою с молодыми мальчишками. Идите в свою комнату. Спасибо вам за вашу комнату. А мы идем встречаться с другими девушками. АПЛОДИСМЕНТЫ Зачем я сюда поехала? Как она пела? Она действительно нежная девушка. Она действительно нежная, молодая. И очень жалко, если она попадет вот в такие мохнатые лапищи, такого пройдохи, как вы, Леонид. Ой, сколько молодых девушек у нас гибнет, как мотыльки на огне в погоне за богатством. Даже таким... Таким призрачным, иллюзорным. Правда. Вот так вот мужчина пришел, не ходил, раз, а мы губы раскатали. Я лично нет. Ну, надо было предупреждать, а то я тут работаю, работаю. Тужорка пришеленькая, я уже на всех фотографиях видела, вытерлась. И потом, знаете... Да и сам-то, в общем... И очень подчеркивает возраст, потому что в такой теплоте, в тужурке, это уже еще валеночки, чтобы поясничка не болела. И это уже о чем-то говорит. Да никому деньги его не нужны. На самом деле даже Юля хотела и любви, и счастья. Я не помолчу. Мы познакомили Леонида с первой невестой. Скоро его ждут новые встречи. В эфире «Давай поженишься» это программа о том, как найти свою любовь. Это у нас в студии Леонид, и я предлагаю вам пойти познакомиться со второй девушкой. Разумно? Я так и сделаю? Поддержите меня, поддержите меня, пожалуйста. Мне так тяжело. Мне необходима ваша помощь. У вас такие добрые глаза. Я обращусь к вам с советом, потому что от них не дождешься. Вау! Спасибо, спасибо. Проходите, пожалуйста, пообщаемся. Добрый вечер. Девушка его задела. Где-то. Ну, очень артистично, конечно. С кем вы пришли? На эту удивительную встречу я пригласила свою замечательную подругу Ларису. И своего сводного брата Свата Сергея. Замечательно. Остальное узнаем из вашего ролика. Ксения, 48 лет. Не встретив идеального мужа, нашла того, кто сделал ее матерью. И снова пустилась на поиски мужчины своей мечты. Ксения бренд-менеджер известной косметической марки. Изучает тайные методики гейш и занимается йогой. Старается во всем походить на Шеронстоу. Планирует открыть сеть ресторанов хорошего самочувствия. Ксения мечтает о кругосветном путешествии на собственной яхте. Она уверена, что Леонид отложит все свои дела ради новых приключений. Клево. Я тоже всегда мучаю гримеру. Кто красивее я или Шарон Стоун? Если говорят, что она уволена. Прямо в этот же день. Ксения, дорогая, а чем же вас так привлекает этот образ? Когда я посмотрела фильм «Муза», я поняла, что в этой женщине есть все, чему бы я хотела соответствовать. Это смелость, свобода, нежность, благородство и мудрость. Какой здесь Шерон Стоун? Ты видишь ее? Да ну, это шляпство. Она сейчас искупается, понимаешь, и все, и там пакли. В принципе, у вас есть дети? Да, у меня двое замечательных детей, сын. И они рождены в страстной любви? Да, это плоды любви. Они рождены в браках? Когда я рожала Георгия, у меня была печать в паспорте. Потом мне, правда, пришлось начать судебные дела, чтобы получить тот самый развод. А что же причина была? Почему разводили? Потому что бывший супруг, когда прознал, что у него есть сын, он был просто в шоке. А он не видел, что вы немножко беременели в течение 9 месяцев? На тот момент мы уже не жили вместе, мы расстались. Я была свободной женщиной. И я почувствовала в себе потребность реализовать инстинкт материнства. А муж усомнился в том, что это ваш ребенок? Знаете, к сожалению, он просто был не способен иметь детей. Если не мог иметь детей, конечно, наверное, нагуляла. Зачем же обманываться? От чего? Зато родила в браке. Ну и правильно сделала. Ну, а я про что говорю? Потому что родила в браке от другого. Смотри, замолчал. Он уже боится ее, понимаешь? А второй ребеночек, девочка? Второй ребенок – это просто плод любви, истинной, настоящей. Кто он был? Он и сейчас есть, только он не готов быть отцом. Почему? Любовником, поклонником, да. Но отцом... Слушай, разве же это мало? Для меня мало. Это женщина на такой тайфун. Ураган. Ну, посмотрим сейчас, кто кого забьет. Ита, перстушь, я знаю, что вы такая экстремалка. Вот как-то разочаровавшись в любви, вдруг взяли и вот такие прелестные локоны сбрили наголо. Правда? Было такое? Да, да. Вы знаете, в тот момент я была увлечена Деми Мур. Мне очень нравился этот образ. Деми Мур, помните, да? Солдат Джейн. Выносливая, стремленная женщина. И в тот момент я практиковала очень серьезный фитнес. Я соответствовала ей образу. И в тот момент, когда я поняла, что чего же мне не хватает для счастья? Ага. Если я хочу ребенка, значит, я делаю ритуал. А сколько ребенку девочке? Это было первым случаем. Нет, а девочке сейчас сколько? Два года. Два годика? Два волосы я брила перед рождением сына. Вашей дочке два годика? Да. А есть еще и сын, которому... Восемь лет. Восемь лет. Здорово. Достойный мужчина. Женственно спрогнулась после сорока. Почему после сорока? А у меня вот такой вопрос. Простите, для меня это принципиально. Да. У нас написано, что вам сорок лет, а в ролике прозвучало сорок восемь. Вот какая... Знаете, я не удивляюсь, потому что в последнее время меня очень многие называют бабушкой. Я поняла, почему это происходит. Видимо, когда у моей дочери будут дети, я буду выглядеть точно так же, как сейчас. То есть все-таки сорок? Да. Лариса и Сергей, я хочу к вам обратиться с вопросами. Ну, конечно же, Ларисочка сейчас вот в образе Шарон Стоин, поэтому все себя про себя придумывают, мне кажется. Или все это правда, то, что она говорит? Или вы сами впервые раз это слышите и удивлены? Нет, действительно. А, Сергей, то, что вы создаете впечатление такого разумного взрослого дяди. Внешность обманчива. Ой, какие-то... Ну, как... Часто ли Ксения заглядывает в свой паспорт? Потому что если бы передо мной сидела 22-летняя кокетка, и бы так же себя вела, и так же вот это про себя рассказывала, я бы вместе с ней бы похохотала. А сейчас страшно. Вы знаете, мы с ней знакомы всего неделю, поэтому на этот вопрос я затрудняюсь ответить. Леонид, это ж притих. Притих, да, потому что такой фонтан энергии, это притихнешь. Вы хотите замуж выйти, чтобы что? Чтобы быть счастливой. Мне кажется, без мужчины тоже можно быть вполне себе счастливой. Можно. Посмотрите, мужчине. Слушай, мне... Ну, нужно что-то... Мне так хочется в путешествии на яхте. Это моя такая заветная мечта. Слушай, я понял. Во-первых, я хочу огорчить. Дело в том, что мои яхты, в общем, мало рассчитаны на кругосветное путешествие. А во-вторых, знаешь, я неоднократно встречал в жизни, ну, правда, в более раннем возрасте, что девушки хотят выйти замуж не ради процесса замужества, а ради события. Ради того, как-то будут смотреться в платье. Конечно, кукла. Слушай, так подожди. Давай, зачем нам тогда жениться? Куча подарков. Можем просто отправиться на яхте. Ну, куда-то плывем. Смотри, какой расчетливый, а вот просто сразу. Зачем нам? Просто делать события. Ну, он видит, он ее послушал и решил, что дороговато обойдется к мадаму-то. А я бы просто на сюрприз хотела посмотреть. Так, да. Море любит солнце. Солнце любит море. Волны заласкают ясное светило. А потом утопят, как мечту в амфоре. А проснешься утром, солнце засветило. Солнце не обманет. Солнце не осудит. Ласковое море вновь в него поверит. Так и раньше было. Так и дальше будет. Только силу солнца морю не изменить. Спасибо. Классно. Я предлагаю вам сейчас пройти в комнату и оттуда посмотреть, что здесь будет происходить. Спасибо большое. Спасибо. Ой, Ксения. Ес! Мы сделали это. Ты шокировала их всех. Ты всех шокировала. За себя было легко вообще. Так здорово. Мне так понравилось. В принципе, какое впечатление на вас произвела Ксения? Невероятное. Самое сильное. Вы знаете, я вообще не видел никогда в жизни такого типажа женщин. Вы знаете, во-первых, звучит, наверное, несколько нелепо, но эта женщина полна некого мужества, потому что она просто необходима для того, чтобы выступить в том образе, который она себе выбрала. Мне кажется, она не совсем ориентируется в этом пространстве. Она живет какой-то своей жизнью, несколько далека от нашей общей действительности. Вы внимательны. Мне тоже кажется, что только от огромного отчаяния, от огромного одиночества, от тотального одиночества женщина прячется за какие-то образы, которые совершенно не ложатся на этого человека. Я так думаю, что Ксения, конечно же, одинокий человек, и ей это одиночество надоело. Они поняли, что ты действительно была в некоем образе. Роза, что ты скажешь? В общем-то, если все-таки раньше с Вахом было проще, потому что система договоренности была между родителями, а с родителями все-таки, как я говорю, проще договориться, но с такими невестами договориться очень сложно. Как тебе Ксения? Ну, я бы сказала, что она, конечно, в образе, но в образе удивительно гармоничном. Вы очень наблюдательны, Леолин. Я уверена, что каждая женщина-стрелеца живет в своем собственном таком придуманном пространстве. Но только кто-то в нем более органичен, кто-то в него вписывается. Прям до грубовой доски? Да, практически всегда. Это пространство, правда, меняется. Оно не всегда статично. Я думаю, старуха Шапокляк тоже была стрелец. Нет. Потому что она и бабушкой была. Гадюкой. Нет, Лариса, ты знаешь, я хочу сказать, что вот в том самом, скажем так, причастности, в том числе самой причастности Ксении и ее пространству вовсе не было какого-то сумасшествия. При этом она довольно адекватно выглядела, как мне видится. Даже в этой своей такой странности, неотсюдности. Да, она такая вот женщина неотсюда. Действительно такой типаж редко встречается. Мне кажется, что интересно. Конечно, интересно. И мне тоже так кажется. А мне нет. Леонид познакомился с двумя очаровательными женщинами. Третья уже на подходе. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». Сегодня мы ищем пару Леониду. И я предлагаю вам пойти познакомиться с третьей девушкой. Я уже в пути? Похоже, сейчас меня ожидает что-то необыкновенное, поскольку драматургия программы подразумевает все по восходящему. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Иришенька. Господи, мое любимое имя. Отлично. Расскажите мне о себе, Иришенька. Прямо сейчас. Прямо здесь. Прямо здесь. Прямо здесь. Хорошо. Тогда действительно, что мы стоим? Пойдемте присядем. Присядем. Меня часто спрашивают. Вот сегодня спросила Лариса Гузеева. А как выглядит эталон женщины в твоем воображении? Вот так и выглядит. Интересно, как он с ней будет общаться. Проявит свою бестактность. Чтобы подробнее о вас узнать, давайте посмотрим на экран. Ирина, 37 лет. Муж носил ее на руках. Но райская жизнь ей скоро наскучила. Развелась за месяц до рождения второго ребенка. Ирина хозяйка мебельной фабрики. Считает, что риск помогает в бизнесе. Поэтому с удовольствием погружается с аквалангом и мастерски управляет самолетом. Ирина заметила, что у них с Леонидом много общего. И ей кажется, что их отношения будут прочными и стабильными. Ириночка, а что вы считаете общего между вами и Леонидом? Ну, я думаю, это как раз то, что мы самостоятельные люди. В меру авантюристы. Ну, собственно, это и позволяет летать, погружаться, что-то делать в этой жизни. В том числе, я считаю себя, как и Леонид, творческой личностью. Он пишет. Я много времени в своей жизни потратила на музыку. Борис, я перебиваю у вас инициативу. Здесь я не могу себя сдержать. Иришенька, дело в том, что я тоже пилот. У меня тоже диплом. 350 часов самостоятельного налета. Расскажите о своей летной практике. Знаете, немножечко некорректно было представление моё. Я не пилот и не самолёт. То есть я говорила о том, что я летала за штурвалом на вертолёте. Но я не пилотировала самолёт. И скорее мне бы хотелось это сделать в этой жизни. Потому что это единственное, что осталось неохвачено мной. А дети, вы хотите? Уже двое есть. Да воспитать их. И живой остаться при этом. И не осиротить их. Одно другому не мешает. Справка для телезрителей и для Розочки. Не все люди, летающие самостоятельно и вообще на Союзе, падают не все. Кто-то долетает. Ирина, сколько детям? Детям старше будет в мае 15, а младше будет 9 в апреле. Нравится она, ему нравится. У него глаза заблестели, улыбка какая появилась. То есть в принципе дети у меня достаточно взрослые. Они от одного мужа. Да, они от одного мужа. Расскажите, а почему расстались? Расстались, я думаю, что это связано, конечно, с юношеским максимализмом. Потому что... Кто-то кому-то изменил? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Просто человек-оркестр. И человека всегда хотели где-то видеть. И когда маленькие детки, не всегда получается вдвоем вырваться куда-то. Друзья? Были какие-то, да, ситуации, которые меня обижали. И, возможно, там с высоты сегодняшнего дня, скорее всего, мы нашли бы компромиссы. Потому что у нас очень много общего было, даже когда мы развелись, и друзья удивлялись. Что повторный брак за одним и тем же человеком, когда люди умнеют, встречаются и уже больше не расстаются никогда. Много примеров. Мы разведены уже 11 лет, поэтому если бы была возможность сойтись, я думаю, мы бы сошлись. Мы дружим, мы общаемся. Он приходит, общается с детьми. А если у вас сейчас ложится с Ириной, не будет напрягать дружба с бывшим? Вы знаете, Ларис, очень может статься, что Ирина будет меня ревновать к своему предыдущему избраннику. Если два оркестра, два оркестра. Слышишь, какие площадки мы сможем освещать? Если он хотел молодую, то вот она, вот прям такая вишенка, прям ягодка. Она и опытная уже, и выглядит молодо. То есть это хочется ему. А зачем вам брак? Послушайте, ну и наслаждайтесь себе свободой. Знаете, я в этой жизни была много кем. И в принципе мне хотелось бы побыть женщиной, женой, побыть за мужем. То есть не быть самой паровозой по жизни. Это единственное, где я, возможно, не реализовалась или не до конца реализовалась. Потому что де-факто я была за мужем. Я знаю, что вы еще хотите петь на сцене. Есть такая мечта. Ну, я много времени посвятила музыке. И я училась на певицу профессиональную. Но... Что мешало? Толкнулась с тем, что нельзя брать 50% отсюда и отсюда. Поэтому музыка только как хобби, да? Для себя, для удовольствия. Нет, у меня есть мечта. Я хотела... Диск записать? Нет, диск это понятно. Я просто не хотела работать всю жизнь. И это никак не связано с замужеством. Ни в коем случае. Я для себя поставила определенные границы. Я хочу еще три года поработать. Моей компании будет 20 лет. И тогда уже отходить потихоньку от дела и заниматься творчеством. Она слишком деловая, мне кажется. Все, а этот уже все готов. Все. Все. Рукава засучил. Давайте все. Заканчивайте трепаться. Давайте все. Это принцип. Вам 37 лет, вам 49. Вы прожили какую-то жизнь, да? Вы имеете право на собственные скелеты в шкафу? И позвольте вот мужу вас не пускать на какую-то свою там часть территории? Я не знаю насчет скелетов, но то, что мне свое время нужно побыть самой собой, да, быть вне, это 100%. Вы имеете право и хотите ли что-то скрыть, допустим, что-то недоговорить? Наверное, нет. Вы знаете, я вообще предпочитаю в жизни искренность. То есть даже когда меня друзья спрашивают о чем-либо, и не только друзья, я всегда говорю, ты хочешь услышать правду, если ты хочешь услышать правду, я скажу. Что вам в мужчинах отвратительно? Вот просто закрываете глаза и говорите, о, нет, нет, только не это. В мужчинах, если у них есть проблемы со спиртным. Ну, наверное, у вас есть какой-то вопрос, да, Карине? Ириш, вы знаете, редко удается встречать женщин настолько гармонично самодостаточных. Как удается-то? Это образ жизни, это природный аристократизм, вот это вышло из семьи, или это благоприобретенное в бурях этой жизни? Это приобретенное, воспитываю себя всю жизнь. Замечательно. Спасибо вам за сам факт вашего существования. Ну, я думаю, вам в 37 лет есть чем гордиться. И дети, и подруги замечательные, и бизнес успешный. Осталось показать сюрприз и все. С удовольствием. И у вас сюрприз. Я знаю, что вы коллекционируете ретро-автомобили. Я думаю, что такого в вашей коллекции нет. По крайней мере, сладкого. АПЛОДИСМЕНТЫ Невероятно, просто невероятно. А что это? Это торт. Это торт? Да, я предлагаю кусок отрезать. Ой, ну это просто супер, супер. Удивило. Ребята, это невероятно. Как-то так. Это невероятно. Это невероятно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот как-то так. АПЛОДИСМЕНТЫ Крупный клан. АПЛОДИСМЕНТЫ Это невероятно. Спасибо вам огромное, Ирина. Мы просто в восхищении. Спасибо вам. Спасибо вам. Девочки, вы проходите в свою комнату и оттуда посмотрите, что здесь будет происходить. Спасибо вам большое. Приятного аппетита. АПЛОДИСМЕНТЫ Ой, я не могу. АПЛОДИСМЕНТЫ Ира, ну ты действительно лучше. Это просто ложечка-то моя. Итак, Леонид, как вам Ирина? Ну, говорит само за себя. У меня просто не слов. Да, Роза? Ирина очень красивая. Невеста потрясающая. Но единственное, что меня немножечко смутило, ну нельзя, Ирочка, замуж выходить от скуки. Ну нельзя. Семья – это более серьезный жизненный проект. И цели он ставит перед собой немножко другие. А я даже не представляю мужчину, который будет рядом с Ириной. Ну, совершенная женщина. И сюрприз, конечно, восхитил. Так правильно подобрать, да, для мужчины, зная его какие-то пристрастия. И все так ненавязчиво, и все так деликатно. Умница и вела себя восхитительно. Я очень рада, что сюрприз всем понравился. Не зря мы мучились, но тащили его. Я бы сказала, что от рождения Ира гораздо менее определенный человек, гораздо менее выдержанный. Действительно, в ней жизнь все это закалила, и она сама в себе это закалила. Потому что женщина, рожденная под знаком рыбы, да, обычно менее определенная, чем она. Как он тебе? По крайней мере, нет антагонизма, вот как он общался с другими. Леонид, а что вы думаете о девушках, которые за вас боролись? Юля – хорошая, хорошая, хорошая такая мисс нежности. Вторая – Ксения – очень хорошая, очень хорошая. Ну, Ирина, это вообще, таких я не видел. Роза, кого бы ты посоветовала? Ну, в старину говорили, что в 50 рассчитывать на взаимность женщина, ну, странновато было бы, да? Но за 50 золотых такой любви купить можно много. Ну, вот здесь как раз все зависит от того, что какие у вас желания. Хотите взаимности за 50 золотых? Ну, в принципе, Юле, ей можно помочь. Ну, я за детство, я за мечты, вот я за Юлю. Он мне не понравился. Почему? Потому что очень большая разница в возрасте. Ну, 50, мне 22. Вот, и вообще это не мой типаж мужчины, вообще. А, ну, безусловно, я за Ирину, потому что она достойная женщина, и если она пришла за вас бороться, значит, она вас что-то разглядела. Поэтому я за Ирину. Если он войдет ко мне, конечно, не буду обижать человека, зачем. Собственно, если он до горя же не принимает, я его просто поддержу. А там разберемся. Я уверена, что оригиналка Ксения, ваш удел. И более того, она может с вами пробыть довольно долго, и вы можете вместе составить очень интересную оригинальную пару. Я за Ксению двумя руками просто. Ты выйдешь к нему? Куда? Ну, в зал. Конечно, выйду. А сейчас слушайте свое сердце, оно вас не обманет. И идите туда, куда он вас позовет. Мы вас поддержим в любом случае. И вы прислушайтесь к своему сердцу. Сейчас на экране появятся наши будущие герои. Если кто-то из них вам понравится. И вы захотите с ними познакомиться на нашей программе, отправьте СМС номером участника на номер 4-4. Мария, 24 года, номер 863. Администратор в салоне красоты. Кандидат в мастера спорта подзидо. Готова разделить увлечения любимого мужчины и ради него бросить курить. Ищет доброго и отзывчивого мужа. Игорь, 44 года, номер 864. Журналист-международник. Живет между Лондоном, Канадой, США и Москвой. Волонтер в детских благотворительных организациях. Ищет жену, которая готова поменять прописку. Леонид, подойдите ко мне. Леонид никого не выбрал. Но я все равно приглашаю всех выйти из комнат и поддержать решение Леонида. Леонид, что так? Почему никому не пошли? И какие девчонки за вас боролись? Девчонки восхитительные. Они все прекрасны. Они все очень разные. И выбрав одну, я как бы признаю проигрыш двух других. Сегодня у нас пара не сложилась. И если вы одинокие, не отчаивайтесь. Заполняйте анкеты на сайте первого канала. И становитесь участником программы. С вами была Лариса Гудеева. Желаю вам, чтобы любимый человек отбирался. Как я не сказал вам? Давай, пожимай. А теперь я приглашаю вас в студию Андрея Малахова. Я расскажу вам о трагедии, которая произошла со мной. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!